Мы сегодня, доброе время суток, всем поговорим про недельную главу. И прежде чем мы поговорим, я бы хотел вам рассказать такую историю, которая произошла у меня очень-очень давно, в конце 80-х годов, я, может быть, где-то в 90-м году, вот что-то в этих годах. И это еще была советская власть, и тогда только-только открыли такую ешиву в Москве, я туда пришел посмотреть, так поучиться, я как-то там знал иврит, и приехал человек, по-моему, из Америки, по-моему, из Америки, я, как бы, помню, было очень такое, произвел впечатление умного, энергичного человека, и он решил с нами учиться. Он не очень, так сказать, он только приехал, решил с нами учиться. Вот, и все он с нами учится, и что-то пытался с нами учить Талмуд. И я не могу сказать, что сейчас я, так сказать, силен в изучении Талмуда, но сейчас я могу понять, о чем идет речь. А тогда это было, так сказать, мягко говоря, очень сложно, и мне, и другим людям, которые пришли. И он это сразу понял, будучи умным человеком. И тогда он сделал необычную вещь. Это было сразу после Песоха, историю Песоха мы уже тогда знали, в общем. И он говорит, ну вы, конечно, слышали про фараона, про рабство. Да, мы слышали, мы немножко оживились, так, это как-то что-то мы слышали. И он сказал такую вещь, вы знаете, в каждом из нас есть фараон. Есть фараон, и он говорит, вот, есть ли Всевышний, и то, что написано про фараона, это написано про каждого из нас. И мы боремся с этим фараоном, и каждый день, когда мы молимся молитву Шахарит, мы в некотором смысле выходим из Египта. И я тогда ничего не сказал, я подумал, что какая-то такая очень светистая аллегория. Я ее не понял до конца. И прошло много времени, и я много раз читал историю фараона, историю выхода из Египта с комментариями, ходил на разные уроки. И со временем это его высказывание, эта аллегория, она стала мне более и более понятна. Это вообще такой прием. И, кстати, о чем он говорил, какую тему в Талмуде изучал, я совершенно не помню. И очень часто бывает, что вы приходите на какой-то урок, и вам говорят какие-то очень умные вещи и правильные, но они, так сказать, нет, может быть, выше вашего уровня или мимо вашего уровня, и вы их не помните. А вот что-то, какую-то умно сказанную вещь, вы ее запомните. И Гмара, вы знаете, мы упоминали, говорит, что Раби Акива однажды вел урок, увидел, что его ученики заснули, есть мнение, что ААМ, народ, он видел, что как-то народ духовно засыпает. И он сказал, чтобы их приободрить, вы знаете, почему Эстер правило 127, в 127 провинциях, потому что Сара жила 127 лет и достигла особых духовных качеств. Я немножко изменяю, мы как-то обсуждали, но это тот же прием. Почему, как одно с другим связано, на первый взгляд не связано, а посмотреть глубже, да, связано. И я хочу с вами немножко поговорить с этой точки зрения про нашу недельную главу. Во-первых, все обращают на это внимание Всевышний еще до того, как он посылает Моше, да, у горящего куста. Он ему говорит, что фараон тебя не послушает, да, но он ему предупреждает. И действительно, фараон его не слушает, да, Моше говорит, зачем ты меня послал. И дальше начинаются казни, и мы видим, как, так сказать, казни влияют на фараона. Он все больше и больше уступает, но все время сказано Яхбедатлибо, Яхазекатлибо, да, и иногда сказано, что это делает фараон, и иногда сказано, что это делает Всевышний. Да, Яхбед это дословно утяжелил, это связано со словом Кавод, и Сфорна, и Раформа на основе, если на Сфорна говорит, что есть большая разница, что Хизук, Алев, Хизук вообще на иврите это что-то положительное. Хазак, Хазак, Ванит Хазек. А Ахбада, это связано со словом Кавод. И Кавод, это, безусловно, позитивная вещь, когда позитивная концепция, когда она связана со Всевышним, Мале Колярец Квудо, полна земля его славы. Но Кавод, это, так сказать, обоюдо, это, условно, уважение, слава, престиж. Это обоюдоострый меч, когда это связано с людьми. И Кавод, это, Акината, Авава, Акавода, это один из трех вещей, которые могут, дословно, вытащить человека из этого мира. Да, то есть, заставить человека вести себя так, что он теряет, как бы, и этот мир, и, непроговоренно, будет сказано, и будущий мир. И зачем это все было нужно? Да, если фараон не ослушался Маше, зачем было посылать Маше? Да, зачем нужно было утяжелять или усиливать его сердце? Если было заранее известно, что он не послушает. Более того, заранее было сказано, что когда будет казнь первенцев, да, то тогда фараон отпустит евреев. Так зачем нужны были другие казни? Опять, если речь шла о том, чтобы отпустить евреев, нужно было его предупредить, дать ему свободу выборов, потом сделать казнь первенцев, и все бы вышли, и идолы были бы разрушены, и египтяне поняли, о чем идет речь, и все цели были бы достигнуты. Зачем нужны были другие казни? Зачем нужно было утяжелять его сердце? Как вы думаете, Давид? Я не очень вас хорошо слышу сейчас, если вы можете сказать погромче, немножко почетче. Что исторически? Да, да. Что-то не очень, я прошу прощения, какой-то шум, я не до конца вас слышу. Не до конца могу вас понять. Ну, я извиняюсь, так я, может быть, не буду сегодня говорить. Не-не-не, сейчас вас слышно хорошо, как раз. Чтобы лучше запомнили, но 9 из 10 казней не очень понятны в этом контексте. Опять же, две цели – вывести евреям, показать евреям, что есть Всевышний, и, как мы говорили в предыдущем уроке, вывести Всевышнего, как бы пастух выходит на передний план, да. Замечательно, но для этого достаточно одной казни, да. Она достигла своей цели, Макат-Бахурот, умершвление первенцев. Все, евреи выходят, идолы рушатся, египтяне видят правду. Все цели достигнуты. А зачем нужны предыдущие 9 казней? Зачем нужно было утяжелять или усиливать сердце фараона? И как фараона можно было наказывать, да, если Всевышний заранее знал, что он не согласится, и он, так сказать, усиливал или утяжелял его сердце? Окей, это понятный вопрос? Да. Окей. И во второй части мы пытаемся на него ответить. И вот я держу книгу, очень необычно, Мишне Турали Арамбам. Это книгу, которую написал Маймонит, Рамбам, Раби Мушебиин Маймон, в 12 веке. И она содержит, она содержит себе, как бы обзор всех законов Туры. Монументальный труд называется Яда Хазака. Это называется первая книга Мада. И Мада это не наука, Мада это то, что нам нужно знать для связи со Всевышним, я бы так сказал. Я позволю себе так это перевести. Так вот, интересно, что Маймонит выбирает необычный раздел, чтобы ответить на наш вопрос. Как вы думаете, в каком разделе Маймонит отвечает на наш вопрос? Зачем Тура рассказывает о том, как Всевышний утяжелял или усиливал сердце фараона? Где бы вы это поместили? Это вообще даже не комментарий к Туре, это свод законов или обзор знаний, которые нам нужны. Где бы вы это поместили, Давид? Я безважения знакомств, книг. Но если бы вы писали бы такую книгу про фараона, я бы поместил бы это в комментарии к недельной главе. Ну так, мне кажется. Или в разделе, связанном с Песохом. Правильно, логично. Миша, вы согласны? Да. Теперь Маймонит очень интересно помещает эту историю в Илхот-Шува. Законы о раскаянии, Перек-Шиши, шестая глава, третий параграф. Перек-Шиши, Илхот-Шува, гиммл. И он говорит такую вещь. Вы вшар ши хита адам хэт гадоль о хатаим рабим адши и тенадин лифней даяна имет ши я пераон мизэ ахуталя хатаима элиша асабир цуноу мидату. И он говорит, опять же, у меня нету русского или английского перевода, поэтому я перевожу, так сказать, насколько я это понимаю. Возможно, что человек согрешит большую грех, большую ошибку сделает. О хатаим рабим или многочисленные ошибки у него будут грехи. Атши и тенадин лифней даяна имет. И тогда ему придется дать ответ перед Всевышним, истинным судьей. Ши я пераон мизэ ахуталя хатаима элиша асабир цуноу мидату, чтобы, как бы, ему должно, как бы, прийти пераон, возмездие, наказание за эти ошибки и грехи, которые он сам сделал сознательно и осознанно. Мидату. И в чем этот пераон? Что Всевышний, как бы, делает раскаяние для него очень сложным, очень трудным. Иногда человеку просто раскаяться и изменить себя, вернуться к Всевышнему. Иногда ему сложно. Например, все делают ошибки, но иногда человек находится в такой среде, семье, месте, которое, так сказать, подталкивает его вернуться. А иногда они про кого-нибудь сказаны, может быть, наоборот. Да, если, например, человек родился в Северной Корее или в Сталинской России или, может быть, просто на Диком Западе, то вернуться к Всевышнему было бы намного сложнее, чем если он родился в другой среде. А иногда даже люди, находящиеся в одной среде, в одном месте, может случиться что-то, скажем, с человеком, что может подтолкнуть его, а вернуться к Всевышнему. А может, наоборот, случиться что-то, что может препятствовать ему вернуться к Всевышнему. И если человек действительно делает серьезные ошибки сознательно, он знает, что он делает что-то очень плохое, он продолжает это делать, то ни про кого не будет сказано, Всевышний дает ему возможность вернуться к нему от злых вещей, неправильных вещей, которые он делает для чего? Чтобы этот человек умер и был потерян в своих ошибках и грехах. И таким образом, одно из самых тяжелых наказаний, которое мы не про кого не будет сказано, о которых мы говорили, это не то, что у человека даже есть какие-то проблемы, какие-то, так сказать, как обычно это понимают, как бы вы не понимали наказание или взыскание, а самая тяжелая ситуация, когда человеку не дают вернуться к Всевышнему. Так помещают его в такое состояние, в такие условия, когда ему не дают вернуться к Всевышнему. И, кстати, очень часто вот такая ситуация, когда ему не дают вернуться, это как раз, когда он чувствует себя очень комфортабельно. Как кто-то сказал, в пятизвездочных гостиницах люди молятся намного меньше, чем в реанимации, в ICU или в больницах. Это ни про кого не будет сказано, дай Бог всем хороших условий, но просто это такое замечание. И обычные компоненты – это материальное богатство, и чем больше у человека материального достатка, тем больше это на него влияет. Это на самом деле большое испытание. И второе – это власть кого-то. То есть это совершенно не безобидная вещь – власть. И власть влияет на человека, совершенно очевидно. И дальше я пропущу несколько предложений, так у нас мало времени. И дальше он говорит, Есть здесь два слова в скобках. И то и другое – как здесь сказано, потому что фараон вначале по собственной воле грешил. И он специально, сознательно хотел причинить зло евреям, которые жили в его стране. Как он сказано, давайте исхитримся. И Всевышний сделал так, чтобы он дал ему силы. Не значит, что у него и Рамбан, и Сфорна об этом говорят, и многие другие комментаторы. А Акида, есть такой комментатор, который говорит, что Рамбан не может иметь в виду, что у него вообще отняли возможность вернуться к Всевышнему, потому что тогда он бы был роботом, у него не было бы свободы выбора. У него была свобода выбора, но ему вернуться было очень-очень тяжело. Для чего? Аджи нефраммену, чтобы пришло на него возьми, и сделал фихах язык, кадош-баруху, и поэтому Всевышний усилил его сердце, дал ему дерзость, дал ему силы. И поэтому объясняется парадокс, который мы упомянули, что Всевышний послал к нему Муше, который говорил, отпусти мой народ. И при этом Всевышний знал, что он не отпустит. Это была часть этого возмездия, что ему не давали возможность вернуться, или делали это очень тяжелым. И для чего? И это очень важно, к Дейлиуде, для того, чтобы это знали все, кто приходит в этот мир, все люди, включая нас с вами. И Баеулам, кстати, включает всех, и евреев, и неевреев, абсолютно всех. И вот, так сказать, то, что, может быть, имел в виду тот человек, который это сказал 30 лет назад с чем-то, что все, кто приходит в этот мир, должны знать, что если человек сознательно и систематически делает зло в мире, вначале добровольно, то Всевышний Монеа, который уходит от Шували Хуте, он как бы, не то что их не может раскаяться, приблизиться к Всевышнему, но Всевышний Монеа, Монеа как бы не дает, да, Минея, как бы вы перевели, Давид, Монеа? Предотвращает. Да, предотвращает. Это не значит, что это вообще невозможно, но Всевышний делает это более сложным. И это, с точки зрения Маймонида, основная причина, почему Тора нам это рассказывает. И в конце я хотел бы добавить несколько идей и добавить то, что говорит Рамбанных Монид. Несколько идей. Во-первых, очень интересно, что, несмотря на то, что Всевышний мешал фараону, фараон, да, раскаялся. Вы не помните, после какой казни он раскаялся? перец саранчевый, после града, барад, посмотрите, после казни барада, он раскаялся, он сказал, я немножко, может быть, изменяю, он сказал, ашем цадик, Всевышний прав, он променул имя Всевышнего, а мы злодеи. Да, то есть он раскаялся. Но это раскаяние длилось очень недолго и не закончилось тем, что он отпустил евреев. И тут возникает вопрос, почему, если он все-таки раскаялся, почему это ни к чему не привело, как вы думаете? Как вы думаете, почему... его наказали за предыдущие две тысячи? Да, но он сделал, он раскаялся, его уже наказали, что ему было тяжело раскаяться, он раскаялся. Почему это не длилось долго и ни к чему не привело? Если вы посмотрите на то, что говорит Раши в нашей недельной главе, в конце недельной главе сказано Бавур Зе ради этого. Кстати, очень интересно, есть очень интересное отступление в Торе. После девяти казней Тора вдруг прекращает говорить о казнях и начинает говорить о заповедях, о заповеди освящения месяца. Кстати, это фундаментальная идея, что первая заповедь, которая объединяет всех евреев в народ. Евреи существуют как народ, только благодаря заповеди. Почитайте, если вы читаете субботнюю газету Хафицхай, мы писали там про это, что народ создается тем, что евреи соблюдают заповеди. У каждого может быть разные взгляды, возьмете разные группы евреев, у них может быть разные подходы к Торе, в чем-то разные взгляды, но поскольку они соблюдают те же заповеди, они являются одним народом. И без заповедей евреи не могут существовать как народ. Это такая идея. И Раша говорит Бавур Зе приперед казни первенцев. Он говорит, например, он говорит, Митсвот это ради заповеди. Для чего Всевышний все это сделал? Почему Он нас вывел? Для того, чтобы мы соблюдали заповеди. А Песах, Мацаумарор это только примеры заповедей. Это очень короткий Раши, который несет очень глубокую идею. Я всегда привожу это пример евреям Испании. Было от 300 до 500 тысяч евреев там перед изгнанием 1492 год. Меньшинство ушло, большинство осталось. И меньшинство, которое ушло, были более сильно связаны с торой заповедями. И они много страдали, они сохранились. До сего дня есть потомки тех, кто был изгнан. И в том числе часть, кстати, смешались с шкенадскими общинами. И в Литве, например, в Белоруссии, других общинах в Польше были люди, которые потомки, предки которых вышли, были выгнаны из Испании. Очень много смешались с ашкенадскими общинами, с сифарскими общинами в разных местах. Это отдельная тема. Но те, кто не вышел, совершенно исчезли, ассимилировались. Хотя у них ничего, кроме заповедей, тоже не отняли, если вы подумаете. У них не было давления ассимилироваться. Они могли жениться между собой, говорить на ладина, и петь песни на ладина, и кушать там эквивалент гефилд и фиш, или все другие культурные эквиваленты. У них не отнимали. Это не был сталинский режим. То, такой пример. И Рамбан Дахманит говорит очень интересную вещь. Это в конце Порошат Бо Рамбана комментирует пасуку к шартам от Алья Деха. Повяжите слова на руку свою, и пусть они будут между глаз твоих. Это заповедь тфилин. То есть, это практическая заповедь. И возникает всегда, возникает просто какие-нибудь большие идеи, как это связано с практическими заповедями. Почему как бы все детальные законы, которые в кавычках называются ритуальные, почему они важны, почему одни идеи недостаточны. И здесь Нахманид говорит такую вещь. Улфихах амру гевей загирбы митцва калаки митцва хамура. И поэтому будь очень внимателен, очень осторожен и в так называемой легкой заповедью и так называемой тяжелой заповедью. Шем хавивот меод, они для Всевышнего очень хавивот, Давид, как бы вы перевели хавивот? Любимый как хавивот? Би кольщ приятный, да, шэбэ кольщ адам мудэ баймлэй лукав. И каждый поворот, да, я бы перевел, каждый час человек, который делает заповедью, признает существование Всевышнего. Вэкаванат коля митцвотши неймар бээ элукейно вэнудэй лавши убраану. И почему это так важно, что всеми заповедями мы признаем, что есть Всевышний и Он нас создал. для этого был создан весь мир. И нет другого смысла в создании мира, кроме того, чтобы мы выполняли заповеди. Вэйнла и лейон батахтуним хэфетс мильват зэши еда дам вэйудэли лугавши брао. И поэтому нет, он говорит, нет никакого лейон батахтуним хэфетс, что Всевышний не хочет этот мир, нет никакого смысла в этом мире, кроме того, чтобы человек знал и признавал и благодарил Всевышнего, который его создал. Очень интересная идея. Вэйкаванат румимут гаколь бетфила бетфилот вэкаванат батэк несьет узхут филат арабим. И он дальше говорит, что для чего люди молятся, как он аромат коль, поднимают голос, и для чего существуют синагоги, зачем молиться вместе. Зэху шэйелив, не адам маком шэйт капцу, вэйуду лей кельши браам вэймци ам вэйфарс ему зэ вэймру лефан ам брютех анах ну чтобы люди публично продекларировали, что мы создание Всевышнего и он нас создал и он поддерживает реальность и все такое. Зукаванат тамб маше ам руз хруном левраха вэйкру эль эллук ким бэх узка и поэтому они дословно воззвали к Всевышнему силой. И дальше он говорит еще одну интересную вещь и наблюдая или описывая эти так сказать огромные явные чудеса человек признает маленькие скрытые чудеса в кавычках маленькие в его жизни Человек должен верить что даже маленькие дословно случайные в кавычках вещи в этом нету дословно природы и естественного ухода событий то что происходит с обществом рабим и то что происходит с каждым человеком это вам то что мы говорили до этого и в конечном итоге человек который выполняет заповеди он получит награду и человек который нарушает заповеди будет наоборот хотя это совершенно не очевидно в этом мире и в последней части мы скажем несколько слов про то что практически мы можем с этим делать. Теперь очень важная концепция, что эта сила, которую мы условно будем называть фараон, она существует не только в какой-то группе людей, в каждом человеке. И в евреях, и в неевреях, и в более знающих и соблюдающих евреев, и в менее знающих и соблюдающих евреев. Это всегда нужно помнить. И я помню, когда я в Израиле, у меня был такой период, я, по-моему, три года был волонтером в Бекурхолим, организация, которая навещала больных в центральном госпитале Адаса в Иерусалиме. Я там встречал самых разных евреев. И так, так сказать, имел тогда люди, было очень, так сказать, интересно, евреи из России 25 лет назад, да, и 23 года назад. И они с удовольствием со мной разговаривали. И светские евреи, и ультрарелигиозные, религиозные евреи, любые. И очень интересно, они всегда хотели исправлять ошибки, и они всегда признавали эти ошибки. Но только была одна проблема. По крайней мере, у меня было такое впечатление, что нерелигиозные евреи видели ошибки религиозных и хотели их исправлять, и религиозные видели ошибки светских евреев и хотели их исправлять. А вот свои ошибки видеть очень тяжело. И это довольно очевидная вещь, я не буду входить в детали, но я только хочу процитировать, и был такой Рэби Микоцк, он говорил про религиозных евреев, которые еще в его время почти все были религиозны. Он говорил, что религиозные евреи никогда не сделают ничего плохого, кроме тех случаев, когда его зло и начало говорят, что это нужно сделать во имя небес. То есть, это не значит, что у религиозных людей, которые соблюдают заповеди, нету этой силы, она просто ведет себя по-другому. Так почему же заповеди их от этого не защищают? Во-первых, да, защищают в значительной степени. Во-вторых, им тоже нужна свобода выбора. И в-третьих, в некоторых пределах мы не знаем, кто есть кто в этом мире. Нам тяжело это понять. И я бы еще прочитал бы высказывание Хазон Иша. У него есть такая книга, есть «Имунау битахон» «Вера и упование». И он пишет, «Вера – это качество, присущее людям тонкого душевного склада. Если человек наслаждается покоем и не испытывает жажды, вызываемой страстями, и глаз его очарован видением небесных высот и глубин земли, он взволнован и ошеломлен, ибо мир, простирающийся перед ним, подобен неразрешимой загадке, таинственной и чудесной». Эта загадка овладевляет сердцем человека, его разумом, и он как бы лишается чувств и истощается в нем дух жизни. Все его помыслы и размышления направлены к одному, к этой загадке. Душа его разгадки жаждет и готова ради этого идти в огонь и в воду, ибо что ему жизнь, если сама эта приятная жизнь как такова и сокрыта от него непроецаема, и душа его в неопределенности и в скорби и жаждет она постичь тайну свою первооснову, но врата постижения заперты. То есть у него должно быть стремление к Всевышнему. Но это не всегда, и так бы сказать, большую часть времени не является ситуацией человека. Поэтому человек через заповеди, через, это то, что имел в виду, я думаю, тот человек, когда он нам это сказал, что каждый день, когда мы встаем и выполняем заповеди, мы пытаемся достичь этой ситуации, мы пытаемся выйти из Египта, но мы должны понимать, что в каждом из нас есть эта сила, и собственно для этого мы здесь и находимся, чтобы выходить из Египта, и никто не идеально. Совершенно очевидно, что если мы каждый день выходим из Египта, мы каждый день туда попадаем в какой-то степени, материальный мир оказывает на нас влияние. И наша задача по мере наших возможностей каждый день менять этот мир и помнить то, что говорит Нахмани, что митсвот хавивим миод. Я, так сказать, не все прочитал, я могу прочитать еще, просто у нас мало времени. Он говорит, что каждый раз, когда человек сделал какую-то заповеду, он приводит пример, например, он поставил мизузу. Он подтвердил вот этим действием, которое, казалось бы, никто не видел, и это не такая дорогая вещь мизуза. Он подтвердил, что мил был сотворен, что был исход из Египта, что есть Всевышний, который дал ему заповеди. И это большая вещь, это очень большая вещь. И поэтому в той ситуации, в которой мы живем, Лора Хакаги, каждый человек, который недалеко от нас, и каждый человек может соблюдать ее на своем уровне и вносить лепту в процесс улучшения и изменения мира к лучшему. Спасибо.